Политика онлайн, здравствуйте, я Инга Мизерик, ко мне присоединяется Антон Герасченко. Антон, я вас приветствую, спасибо, что нашли для нас время. Здравствуйте, Инна, всегда рад вместе с вами рассказать правду о том, что происходит в нашей героическом сопротивлении России. Вот сегодня такие хорошие новости по поводу острова Змеиной, причем вначале появляется информация о том, что мы наносим удары, а потом, что россияне бегут и делают это, как было в Киевской области, вроде как по доброй воле. Расскажите, пожалуйста, нам подробнее об этой ситуации, что и как там произошло. Значит, ситуация обстоит следующим образом. Наши вооруженные силы последовательно наносили удары по острову Змеиной. Русские ублюдки получали удары из воздуха, из побережья. Им не давали спать ни днем, ни ночью наши Байрактары. Но решающую роль сыграли две вещи. Первая – это передача Украине противокорабельных ракет «Грапун», которые вместе с нашими ракетами «Нептун» блокировали фактически возможности российских военных кораблей проводить операции по снабжению группировки на острове Змеиной. В последнее время они могли туда добраться только на быстроходных катерах, перевозить только еду и воду, но не могли туда доставлять крупную военную технику, потому что их корабли поражались нашими противокорабельными ракетами. И решающую роль сыграло использование артиллерии. Дело в том, что острово Змеиной располагается всего в 20 километрах от берега. И наши вооруженные силы начали отрабатывать по острову Змеиной методично-системно артиллерии. В частности, применялась, к сожалению, только имеющаяся в одном экземпляре гаубица Богдана, калибра 155 мм, которая делалась в городе Краматорске. И дальше эта гаубица просто каждый день выезжала, несколько раз в день наносила удары по головам урка. Они взмолились и потребовали их оттуда убрать, потому что просто уже не могли это вытерпеть. Фактически это бегство России с территории Украины. Очередное бегство, которое мы видели в Киевской, Черниговской и Сунской области. Все эти попытки замаскировать за жесть доброй воли, это все абсолютное вранье и ложь. Раньше и Путин, и вся его комария рассказывали, что остров Змеиной имеет принципиальное положение в Черном море, его надо обязательно занимать. Также мы видим попытки перевести стрелки, говорить, мол, мы освободили остров Змеиной, теперь можно экспортировать из украинских портов зерно. Это абсолютное вранье, потому что российские военные корабли и ракеты, и авиация все равно контролируют данный участок Черного моря. И ни один корабль не будет плыть в то море, где происходят военные действия. Ни одна страховая компания его не застрахует, и никто не захочет туда плыть. Поэтому порты будут разблокированы тогда, когда будет закончена война нашей победой. Вот сейчас вы сказали про оружие западное, которое к нам пришло. Мы помним, что Москву мы потопили собственным оружием, да, Нептуном. Потом вот еще там небольшие корабли, которые были, я читала, что это было уже иностранное оружие, да, Гарпун, кажется. Вот сейчас, насколько вот тот флот, который остался Российской Федерации в этом районе, он может быть уничтожен украинской стороной? Смотрите, я могу дать гарантию имени Антона Герасченко, что десантных операций больше в наданном театре военных действий российский флот производить не будет. При наличии у нас остатков ракет «Нептун», к сожалению, их сделали не так много перед войной, было больше, не надо было бы брать гарпуны. И при получении ракет «Гарпун», а также ведутся разговоры, что Франция предоставит еще партию противокорабельных ракет «Экзосет», то никакой корабль, никакой здравомыслящий капитан свои корабли не поведет на берег, который ощетинился противокорабельными ракетами. Две ракеты гарантированно потопили флагман Черноморского флота России, крейсер «Москва». На всех остальных кораблей противокорабельные ракеты, имеющиеся у нас, это просто смерть и уничтожение. Помня о том, что на крейсере «Москва» погибли сотни людей, Путин не будет давать приказов делать никакие десантные операции. Да у них и сил для этого уже нет. Поэтому это, безусловно, победа. И нельзя сказать, что мы контролируем полностью Черное море в нашей зоне ответственности. Это тоже неправда. Но мы не даем теперь противнику там господствовать. Он не чувствует себя там свободно. И это хорошо. Это означает, что мы стали на шаг ближе к нашей победе. По поводу десантных операций вы имеете в виду сам остров Змеиный или же Одесса? Я имею в виду вообще те планы, которые у них раньше были, высаживать десанты вокруг Одессы и так далее, они все теперь неисполнимы. Они их не смогли сделать и на первом этапе вторжения, а теперь тем более. Давайте поговорим о Кременчуге, о том ужасе, который происходил там. Вы были на месте событий. Это бомбардировка, да, этого торгового центра. Президент показывал это во время саммита G7. Это видел весь мир. Мы видим реакцию Российской Федерации, которая просто нагло врет по поводу того, что там происходило. Скажите, пожалуйста, что вы видели и сложилось ли у вас впечатление, что специально бомбили именно его? Значит, так сложилось, что я в тот день был по делам в городе Днепре и выехал из Днепра на Киев. В этот момент поступила информация об ударе русских по торговому центру в Кременчуге. Я был в 100 километрах, немедленно приехал на место. Еще застал эти дымящиеся развалины. Там работали уже сотни спасателей, работали профессионально, работали, рискуя жизнью. Несколько спасателей получили травмы, отравления чадным газом. Ну, что я могу сказать? Это был ад. Просто ад. И люди, которые просто пришли в торговый центр, за покупками их разорвало на части. Я видел части останки людей. Это просто страшно. Значит, по этому случаю нужно сказать следующее. Или Путин врет, что у него есть высокоточное оружие. Если оно высокоточное, то он должен попадать в какую-то цель, плюс-минус 10 метров. Или же этот удар действительно планировался по торговому центру. И кривожуки, жоп-рукожопы российские разведчики доложили своему руководству, что в этом торговом центре на самом деле есть какие-нибудь там украинские войска. Но ничего там не было. Это был обычный торговый центр. Было опубликовано видео и МВД, и СБУ, которое показывает, что это был обычный день. Люди приходили, торговали, покупали то, что они хотели. Поэтому это еще очередное военное преступление. Погибло больше 20 человек. Фрагменты тел сейчас продолжают собирать. До сих пор не разобраны все руины. Но чтобы вы понимали, этот торговый центр был огромный. 10 тысяч квадратных метров. Там был страшный пожар. Крыша упала на площади 8 тысяч квадратных метров. Есть масса видеозаписей, показывающих пролет аркет. Есть перехват аудиозаписей, переговоров российских летчиков. Как мне говорили, наше главное управление разведки знает фамилии всех летчиков российских военных, которые базируются на аэродроме Шайковка в Калужской области Российской Федерации. Именно оттуда вылетали бомбардировщики Ту-22. Стреляли они старыми советскими ракетами Х-22. Чтобы вы понимали, первое испытание этой ракеты было в далеком 1967 году. То есть этим ракетам 50 лет и более. Весь мир увидел в очередной раз, что Путин это убийца. И в очередной раз мир понял, что с ними нельзя вести переговоры. Поскольку удары по Киеву, вы знаете, что в воскресенье был удар по жилому дому и по детскому саду, а также удар по Мичуге, совпали с встречей G7 и саммитом НАТО, то, наверное, это тоже сыграло свою роль, что заявления западных наших союзников стали наконец-то прозрачными. Я, скажу честно, я был очень рад услышать наконец-то слова о том, что мы желаем Украине победить Россию. Вот до этого, давайте прямо скажем, не было таких слов. Тот же господин президент Байден в своей статье в New York Times 31 мая, статья назвалась так, что мы будем делать и что мы не будем делать для Украины. Я вот читал эту статью два раза, там не было ни слова о том, что мы желаем Украине победить. Вот было там поддерживаем территориальную целость, не было прямо. Теперь эти заявления идут прямо. Теперь осталось одно. Дайте нам оружие в том количестве, которое нам необходимо для того, чтобы вооружить 100 или 150 тысяч человек до зубов со всеми танками, с бронетехникой, с системами ПВО, с системами артиллерии, реактивного залпового огня, чтобы мы могли наступать и вымести этих ублюдков с нашей территории. Все. И тогда победит не только Украина, победит справедливость, победит весь цивилизованный мир. И тогда, возможно, когда будет нанесено Путину военное поражение, в России начнутся какие-то процессы, которые ослабят Путина, которые могут привести к его смещению с должности. Может быть, может быть и нет. Но в любом случае это будет правильно и справедливо. А дальше через механизмы санкций нужно заставить Россию заплатить. Я считаю, что как минимум справедливой ценой было миллион долларов за каждого погибшего нашего солдата, за каждого погибшего гражданина. Вот каждый, кто погиб при ударе в Киеве, в Харькове, в Сумах, в Мариуполе, в Кременчуге, каждая семья должна получить минимум миллион долларов за одного погибшего из Российской Федерации. У них есть нефть, газ. Если что, будем брать природными ресурсами. Вот саммит НАТО был, и я хочу обсудить две цитаты. Одна Столтенберга, который сказал, что Россия хотела финляндизации Европы, а получила натоизацию Европы. И президента Владимира Зеленского, который сказал о том, что политика открытых дверей, ну, не совсем, немного странная, да, и что нужно избавиться от серой зоны между НАТО и Российской Федерацией. Но мы видим, что с одного фланга уже от этой серой зоны избавляются, имея в виду Финляндию и Швецию, которые, ну, как бы, де-факто уже вступили в НАТО. До юра это произойдет очень скоро. Как вы думаете, насколько все-таки с восточной стороны будут готовы усиливать НАТО Украиной? Я думаю, что пока не закончится война, никаких наших вступлений от НАТО разговоров быть не может. Наши западные партнеры готовы нам предоставлять финансовую помощь, гуманитарную помощь, военную помощь, имеется в виду оружием, но воевать они за нас не готовы. С другой стороны, западные страны не препятствуют своим гражданам, которые хотят вступить в ряды вооруженных сил Украины и воевать на нашей стороне. Это тоже хорошо. И на самом деле сейчас определенное количество иностранных граждан воюет в вооруженных силах Украины. Я слышал отзывы об их войне и могу сказать, что в большинстве случаев это позитивные отзывы. Я говорил с нашими генералами, которые непосредственно дают приказ идти в бой иностранным гражданам. Я могу сказать, что отбирают самых мотивированных с опытом войн в Афганистане, в Ираке и приезжают только те, кто хотят действительно бить русских искренне. Но с другой стороны, давайте прямо скажем, что это участие иностранных граждан не является решающим, потому что они используются как разведчики, как пехотинцы. Это не есть решающее участие. Поэтому страны Запада не готовы воевать за нас. А при вступлении Украины в НАТО в момент войны, то оно бы означало, что они должны были бы воевать за нас. На это они пока не готовы. Пока не готовы. Сейчас группировка НАТО в Европе с 40 тысяч будет увеличена до 300 тысяч. Мы понимаем, что это не бурятские мальчики, которые хотят оплатить кредит за телефон, а это, собственно, профессиональные военные. И я считала, что это, ну, соответственно, это значительно больше, чем есть у России. Как вы думаете, в такой ситуации, как будет действовать Россия? Они же все время угрожают. Это может быть ядерное оружие или какие есть рычаги давления теперь у Российской Федерации? Первое. Суммарно вооруженные силы Российской Федерации, их военный потенциал, это максимум. Я сейчас не беру за ядерное оружие. Там есть паритет, созданный еще в Советский Союз. Они, я думаю, раз в 6-7 уступают, может, даже в 10 вооруженным силам стран НАТО. В Соединенных Штатах Америки только авиационный флот 12 тысяч самолетов. В России было 2,5 тысячи, сейчас мы их укоротили процентов на 15. Поэтому основная ударная мощь НАТО – это авиация, это авианосные группировки, огромнейший военно-морской флот. Путин, на самом деле, это колосс на глиняных ногах. Он хотел отыграться на нас, как на слабом, показать свою силу, бия слабого. А слабый оказался не такой же слабый. Благодаря мужеству и героизму наших вооруженных сил, силе сопротивления народа. То есть Путин получил огромный удар. И знаете, перед кем ему неудобно? Не перед гражданами своей страны, не перед матерями, которые погибли десятки тысяч страны. Ему очень неприятно, потому что Сидзипин и другие там мировые лидеры, диктаторы вдруг увидели, что он слабый. Что 22 года он строил армию, тратя на это триллионы долларов, полученных от нефти и газа, которые можно было бы вкладывать в улучшение жизни россиян. Он это вкладывал во все эти эскандеры, калибры, во все этот огонь и металл, который несется сейчас на головы украинцев. То он на самом деле слабый. Он не построил даже нормальных вооруженных сил. Коррупция, неэффективность, кумовство все изъело. И в итоге его армия не в состоянии наступать. Когда они рассказывают про взятие Золотого и Горского, так Золотое было на линии разграничения 8 лет. Они не могли его взять 4 месяца. Это маленький населенный пункт. Я бывал там в свое время. То есть это маленькое село, там население, несколько тысяч человек, они не могли его взять 4 месяца. Поэтому все их пропагандисты посмотрите на их рожи. Им уже страшно. Они понимают, что они заврались. Потому что что-то продать российским гражданам они уже не могут. И постепенно будет наступать прозрение. Не быстро, но постепенно. В первую очередь благодаря безработице, благодаря ухудшению условий жизни. Понятно, что российская пропаганда обращает все это в сторону Запада. Что виноват кто? Не Путин же виноват, что он войну начал. Это Запад виноват. Это они против нас санкции ввели. Но скажу так, что опьянение, оно всегда проходит. В том стремится тяжелое похвелье, как это было все время в СССР. Путин, к сожалению, смог поиграть в СССР со своими согражданами. Они так хотели туда вернуться. Ну вот они сейчас возвращаются ускоренными темпами. Вот когда Россия говорит о том, что они в доброй воле вышли с острова Змеиный, можно ли сказать, что в дальнейшем они точно так же будут говорить, что это был жест доброй воли уйти из Херсона, что они не планировали захватывать Херсон, что их цель только Луганская и Донецкая область и будут максимально держаться только там, потому что это уже полная потеря, скажем так, лица и Путина, и всей России. Кстати, добровольно они не уйдут ни с одной из захваченных территорий. Ни с одной. Если бы не было бы, дадите, так много артиллерийских ударов, авиационных ударов, не было бы контроля с нашей стороны за частью акватории Черного моря противокобильными ракетами, они бы никуда не ушли с Змейного. Точно так же они укрепляются и в Херсонской области, и в Запорожской области, и в той части Невропетровской области, которую они захватили. Они там роют копы укрепления, они не хотят уходить, поэтому уходить они будут после ударов оружия, после смертей, после гибели. Я, кстати, также хочу сказать, что все те российские солдаты и офицеры, которые погибли в Украине, их убил Путин, не наше оружие, не наши солдаты, а Путин, потому что это он их послал сюда, это он их обрек на эту позорную гибель. Я читала американскую статью, там говорилось, что сейчас по всему миру наши западные соратники, да и партнеры пытаются скупать советское оружие для того, чтобы там советские танки, для того, чтобы передавать нам, в принципе это уже исчерпывается даже, вот эти залежи советской техники. И до этого я помню, как говорили, что в Германии, в принципе, Германия агитирует не давать нам современные танки, это было, правда, в прошлом месяце, но тем не менее, на ваш взгляд, все-таки, если оружие советское закончится, пойдет к нам новейшее оружие НАТО? Смотрите, ну, во-первых, оно идет уже, и фактически на саммите НАТО уже было заявлено и принято решение всемирно помогать перевооружению Украины. Вы знаете, что за 8 лет до войны нам дали всего лишь 300 джавелинов. 300 джавелинов с 2014 по 2021 год. Сегодня нам передали противотанковых средств, которые достаточно было для уничтожения 90 тысяч единиц бронетехники. Это больше, чем танков во всем мире. Сегодня Украина самая вооруженная страна по линии бронетехники, по линии уничтожения бронетехники. Если бы нам передали в таком же контексте столько артиллерии, столько систем реактивного залпового огня, то войска Путина уже давно были выброшены с территории Украины. Но уверен, что так и произойдет. Что касается НАТО, то мы уже переходим на натовские стандарты. Вы знаете и про гаубицы, и про самоходную артиллерию и так далее. Дальше будет больше. Советского оружия в Украине уже совсем практически не осталось боеприпасов к нему. А гаубицы, которые были калибром 152 мм, они же изнашиваются стволы. 3-4 тысячи выстрелов из ствола пушки уже не является точным. Поэтому советское оружие пройдет еще несколько месяцев, и оно будет просто выброшено за ненадобностью. Просто уже для многих систем артиллерийского огня или систем реактивного залпа огня просто нет боеприпасов. Мало того, их невозможно и получить. Например, для смерчи или ураганов, это такие дальнобойные системы РЗСО, производили снаряды только в Советском Союзе. По-моему, даже Россия их не производит сейчас. Она сама использует сладкие запасы. Я хочу с вами поговорить про ситуацию, которая была на G7 и сегодняшняя реакция Путина, когда мы видели, как за столом лидеры стран посмеялись над любовью Путина к позированию голым торсом на лошади. И вот этот его мачизм, который он пропагандировал раньше, да, и он отреагировал, что ну вот если бы они там разделись, то это было бы какое-то жалкое зрелище. И также, да, о том, что вот человек должен быть внутри, прекрасен снаружи. Но мы видим, что в принципе над Путиным уже, над вот его образом, уже смеются за границей, смеются те лидеры стран, на которых он как бы ориентировался, потому что G7, а также G8. У Путина истерика, в том числе потому, что он стал нерукоподаваемым. Он очень рассчитывал, что он сможет встретиться с лидерами, мировыми лидерами на встрече в Индонезии G20, из которой его не выбрасывали после Крыма в 2014 году. Так вот, лидеры стран G7 заявили следующее, что они не будут встречаться с Путиным, и его присутствие там нежелательно. И фактически он не приедет на встречу в G20. Что сделал тогда Путин? Лихорадочно быстро начали готовить форум стран Каспийского региона. Вы видели вчера эту встречу, огромный стол диаметром 30 метров, за которым сидит лидер Азербайджана, Туркменистана, Ирана, и кого-то там еще Казахстана и Путин. Это на скорую руку подготовленное мероприятие, показать российскому народу, что пока, мол, собираются G7, мы тут соберемся сами. Ну, это же просто смешно смотреть. Это искусственная абсолютно акция, никому не интересная. И еще понимание при том, что и лидер Казахстана, и лидер Туркменистана, они ненавидят, и лидер Азербайджана тоже ненавидят, терпеть не могут Путина. Вот как может к Путину относиться президент Азербайджана Альхам Алиев, если Путин поддерживает Армению, с которой он воюет и поставляет туда оружие? А как может поддерживать Россию Такаев, который прямо заявил, не стесняясь о том, что он думает, что он был ДНР и так далее, а в ответ получил массу грязной выступлений в его адрес со стороны российской пропаганды? Такая же ситуация и в Иране. Поэтому Россия никому не интересна, не нужна. У нее нет теперь друзей. Есть те, которым что-то интересно покупать еще в России, но это со временем тоже уйдет в сторону. Россия страна изгой. Крутнейшая страна изгой. А вот как раз я просто хочу вас спросить по поводу того, что его образ в мире над ним уже смеются. Образ в России, понятное дело, что вся пропаганда работает над тем, чтобы Путин оставался великим царем. Но мы же понимаем, что обычно в таких обществах Акела промахнулся. И его окружение, очевидно, на него тоже начинает смотреть немного другими глазами. И вот здесь загнанный в угол зверь. На ваш взгляд, это все перекинется в его внешнюю еще более агрессивную политику или во внутреннюю? Как там репрессии? Репрессии там не утихают. Фактически с 24 февраля Россию за две недели превратили в Северную Корею. Там приняли самые драконовские законы, равные по силе законом Сталина или законом Гитлера или законом Ким Чен Ира. На сегодня любой человек, который заявил, что российская армия, ну скажет правду, нанесла удар по супермаркету в Кремль-Чуге или по жилому дому в Киеве, за это статья. Недавно один из российских политиков, Илья Яшин, дал интервью известному российскому блогеру Юрию Дудю в Стамбуле. И говорил о том, что он все-таки будет возвращаться в Россию, хотя Дудю говорит, вы точно вернетесь, вы шиваете правду, что война это война, что это никогда не спецоперация. Да, да, я вернусь. Он вернулся, его немедленно арестовали, пока на 15 суток, но не исключено, что будут им уши дела и влепят лет пять. То есть фактически в России создалось тоталитарный полностью, уже не диктаторский, а тоталитарный режим. Но россияне сами посадили себе на голову Путина, сами его терпят. Вот, пожалуйста, живите так, живите в говне. Антон, большое спасибо вам за информацию, еще раз спасибо, что нашли время. С нами был Антон Геращенко, оставайтесь на Политека Онлайн, подписывайтесь на канал. Я, Инга Мизеря, с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok